Всем привет! Доброе утро! Мы проснулись, позавтракали и собираемся идти записывать девчонок на кружки. Ну а заодно я решила показать, как же мы здесь обустроились. Привет! Так, ну наверное начнем с зала. Мы еще не совсем 100% обустроились, но я покажу на данном этапе. Вот так мы обустроились в зале. А телевизор этот у нас его не будет. Вот. Ну в принципе вот так обычненько. Обычненько, обычненько абсолютно. Обычненько обустроились. Мами. Мами. А что там мами? Мами. Ага, маме ботиночки. Понятно. Это мы очень хотим идти уже гулять. Пойдет. Привет! Что у тебя тут? Расскажи. Это твое рабочее место? Да. Да? Прописи писала. Сегодня прописи писала, да. Ну немножечко, я думаю, еще переставить. Это такое вот. Здесь наполовину игрушки, наполовину учебники. Ну понятно, да, внизу игрушки, для чего злато достает. Это, естественно, игрушки. Ну а выше, где злато не достает, это милашкины обучающие всякие штучки. Вот как раз в этой комнате балкон. Там у нас цветочки стоят. Диван. А это вот мы сделали такой домик для кошек. То есть они туда заворачиваются и спят. Они очень любят, вот эти вот девочки, очень любят заворачиваться и спать в одеяле. Поэтому мы специально для них вот так придумали. Им очень удобно, классно, вообще очень нравится. Шкаф. Здесь такая вешалка. Это я уже приготовила. В чем там мы пойдем. И еще один телевизор, который мы будем устанавливать. Ждем, должна прийти приставка. И мы все поставим. Коридор. Коридор мы переделали немножко вот так. У нас вот в прихожей тут полочка. Коляска стоит. И вешалка. Вот. В принципе, коляска... Ой, чуть не упала. Коляска ничему никому не мешает. То есть вот вообще очень все просторно. Большой шкаф. Мы туда влезли втроем. Получается, в этом шкафу мы втроем. Я, папа и Злата. А в том шкафу в комнате у нас живет Милана, да? В шкафу живешь. Ну, тут всякие духи перед выходом. Расчески резинки девчоночек заплетать. Что мы сделали в ванной? Ванная, конечно же, осталась такая же, как есть. Единственное, мы повешали здесь полочки и все сложили. Ну, естественно, все. И повешали зеркало, оно не висело. Так, ну, туалет остался тоже прежним. Ну, только-только вот тоже полочки мы сложили. Так, дальше кухня. Кухню нам немножко доделали. Обуютили, так сказать. Детская площадочка. Вот, на которой мы гуляем. У нас, кстати, весь Новосибирск в дыму. В том числе и Краснообск. Вокруг горят леса, говорят. Особенно в Красноярском крае. Вот, юлии цветут. И в Краснообске, в том числе, все заволокло дымом. Ну, в общем, вот так выглядит сейчас у нас кухня, на которой мы уже немножко обжились. Уже все нашло свои места. В общем, вот как-то так. Как-то так. Ну, а сейчас мы пошли собираться. Златуська, штанишки будем одевать? Привет! Привет! Ага. Милана. Ага. Да, Милана это будет одевать, да. А мама что будет одевать? Пойдет. И твое пойдет, да? Мое это у нас Злата. А куда мы пойдем топ-топ? Топ. Топ-топ пойдем, да? Угу. Ну, как здорово. Куда мы пойдем топ-топ? Няня. Нет, дочечка, нет. Мы пойдем записываться на кружки и узнаем за тебя заодно. Говорят, здесь даже для малышей есть кружки. Ну, вот мы вышли на улицу уже. Милашка побежала мусор выкидывать. А мы, как всегда, потихонечку идем. Цветы здесь так. Красиво обустроены дворики. Доченька, не выходи. Тут машинки ездят. А вот такая модная девочка у нас. Ну-ка. Злата, посмотри на меня. Да. У нас все небо затянуто дымом. А это дым? Где-где? В Досе. В Досе? Это где? В Досе. В Досе. В Досе. О, Соня. Все уселось? Злата уселась в коляску. Сама залезла. Сейчас кучу мороженое. А почему? Все потому, что мы подходим к ларьку с мороженым. Она будет кушать мороженое. Это мороженое такое в виде банана. Это азарт. Азарт. Чай. Ну вот, собственно, мы наконец-то в круге первом. Вот видите, как кругом, прямо ледом. Швы. Ремонтировали в доме. А это я Милку попросила коляску покатить. Чуть-чуть. Ну вот, собственно, зря я наговаривала на старые постройки. Вот такая огромная площадка. Она действительно большая. Вон какая. И там ребятишек. Ну не знаю, хотя, может быть, это вообще со всего круга. Милкина любимая горка. Милана предложила запустить туда злату. Вот в эту трубу. Но я что-то боюсь, а вдруг она там застрянет. Она очень легкая. А вдруг она там застрянет. Аллея оп. И мы оказались возле Дома культуры. Такая маленькая-маленькая площадь. И вот он Дом культуры. Тут Сбербанк есть. Мы, в общем, мы уже вышли. Что могу сказать? Что-то как-то женщина мне сказала. Мне сказали, что детские развивашки именно в этом здании. Она мне сказала, у нас такого нет. Здесь только танцевальные ансамбли и хор. Здесь стоят деревья во дворе. Класс. Сейчас, зайка, сейчас выпущу тебя. Сейчас, сейчас. Просится на волю. Нам надо найти сначала школу искусства. А то мы до нее просто не дойдем. Сейчас будем каждый уголочек разглядывать, каждую травинку. Скажите, как называются вот эти вот елки. Нашли мы кое-как. Вот здесь находится детская школа рисования или искусств, получается. Ребят, ну, если честно, как-то зловеще здесь. Мне это не очень понравилось. Будем искать другой выход. Мы вот отсюда пришли. Как-то все как-то прямо, не знаю. Может, потому что лето и тишина, и нету здесь ребятни. И поэтому так кажется. Я не знаю. В общем, посмотрим, посмотрим. Значит, что у нас? Итог. Мы пришли закрыто. Выход есть еще здесь. Более радужный, чем там. Притом мы плутали-плутали. У меня на телефоне дубль гис куда-то делит. Кого дать? Шишку. Шишку уронила. Ну, пойдем вернемся. Что тебе сейчас там? Ага, вот тут написано детская художественная школа и стрелочка. Мы просто зашли с другой стороны совершенно. А здесь уже более-менее. Понятно, мы зашли не с той стороны. Совершенно скучный и страшный. Цветов куча. Здесь уже все. Слушайте, ну, зелени тут, конечно, просто вот этот первый круг, он утопает в деревьях, в зелени. В общем, нам сказали, что школа искусств начинает запись только с августа месяца, что они сейчас на каникулах. Остальные кружки, вроде как, они там выбирают. В общем, на каникулах-то все, но начинается запись именно с августа. Ну, посмотрим. Ну, вот мы вышли опять к администрации. А, дом детского творчества? Ну-ка, где? Вон. А дай-ка я туда зайду. Ой, будь долог. Так потихнуло с мясна. О, дом детского творчества Масти. Ну что, мы идем ни с чем домой. Злата в коляске пьет сок. Милка, немножечко побегают и бежим домой. Нет, нет. И ты пойдешь, и ты, конечно. Давай, давай тебя отстегну. Ты будешь допивать сок? Добивай и беги. А потом поедем домой. Мила очень хотелось на такой горке прокатиться. Мне кажется, Златка испугается. И куда же ты пошла? Ты что там удумала? Милашка, помоги ей. Злата очень высоко. Нет, нельзя самой. Что-то я боюсь, Милка. Златка, слазь. Злат, слазь. Злат, садись только с Миланой. Высокая очень горка. Все, давайте, вперед. Хватит, Злата, хватит, пожалуйста. Еще пойдем, другие пойдем обойдем еще. Злата хочет на очень большой съехать. Вот какая она, например, труба. А мне очень жутко страшно. А Злата очень хочет. Такая колбаса. Мил, а там что-то никто не катается. А вдруг там что-нибудь опасное? Она очень грязная. Тоже боишься? Ну вот что-то там никто не катается, наверное. Вы на ту пошли, да? Опа! Все, девочки, все. Пойдемте домой, все. Ну вот, мы идем на выход. Первый круг потише, поспокойнее. Здесь намного меньше машин. Он очень зеленый. Машки больше, соответственно. Ну, как бы, вот как-то так. Как-то так. Немножко наша прогулка. Мы хоть здесь побывали, хотя бы узнали, что где. А то мы никак не могли выйти. Вон ребятня катается. И тут вообще прямо зеленый лес. Просто зеленый лес. Очень, очень зеленый. Очень. Посмотрим. Посмотрим. Злата, покажи, какая ты модная. Злата, покажи, какая ты модная. Вот такая модная девочка. Улыбнись. Только замаралась, правда. Сока маленькая. Морожка. Шишка. Да, у Златы есть шишка. Я есть шишка. Шишка. Пойдем, дочь, пойдем. Злата. Злата. Пойдем. Мама ушла. Тут кто-то ремонтил. Тут кто-то ремонтил, кто-то. Злата, скажи, мама ушла. Ты уже мама ушла. Мама ушла. Веков. Да. Мы уже почти дома. Мама, все. Печкаешь? Супермет. Наша мама. Печка. 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 Милаша увидела подружек. Мы бежим. О, смотрите, обниматься. Вот так это. Ясно? Вот так это. Златик мой почти спит, малышка. Так что мы бежим. Сейчас малышей своих кормлю. Одну спать, другую гулять. И все. У нас уже вечер. Мы пришли домой, покушали, поспали. И теперь идем гулять. Мила уже гуляет давно. Ты моя маленькая. Она улыбается. Ты моя сладкая. Пойдем. Папа. Да, скоро папа придет. Да, скоро придет наш папа. Мила, мила. Мы в окошко смотрели. Много-много ребяток было. Ну, что-то такое ощущение, что они все уже разошлись, пока мы собирались. А нет, есть ребятишки. Милане, наверное, надо сказать, куфту надеть. Прохладненько. Привет. Детки игрушек забыли, забыли игрушечки, да, Туча? Забыли детки игрушки, да? Что, тебе открыть? Давай, открою. Давай, открою. Милашка с девчонками играет. В какую-то белку. Что за белка игра, не знаю. Ну, радует, что не сидят ни за компьютерами, ни. А играют в нормальные детские игры. Чего там? Все детки разбежались. Столько много народу было. Сейчас площадка пустая вообще. Ага. Вон только ребятня играет. Девчонки наши. И все. И, ух, как качаемся. Ух, ух. Фу. Ух. Ой. Ой-ой-ой. Все, нагулялись мы. Пошли за мороженым. Еле стащила ее с качелей. Я помню, в детстве я перекачалась на качелях. И меня потом тошнило. Полдня. Я это помню. Я ходила с братом в парк. И качалась сколько угодно. Только там. И вот один раз я перекачалась настолько, что мне потом было очень плохо. Злата, что ты делаешь? Доча, поднимай сумочку. Доча. Доченька. Давай сюда тогда сумочку. Давай заберу. Давай заберу. Она тебе мешает? Давай заберу. Спасибо. У нас смог. Все в дыму. Вообще дымом прям сильно пахнет. Такой смог. И мошкары не знаю, будет ли они не будет. Субтитры сделал DimaTorzok